хич хайкер или автостопщик очень незаметно вышедшее приключение например если вы захотите сейчас найти рецензии критиков на эту игру то скорее всего вы потерпите неудачу критики пока ее тоже не заметили ну и игроки тоже скажем так отзывов не очень много а приключение вроде как должно быть весьма весьма занимательным сюрреалистичным необычным и таинственным то есть полный заголовок игры даже так и звучит хич хайкер и мистери гейм таинственная игра ну что ж звучит так интригующе весьма и я насколько понимаю здесь у нас все будет минималистично в плане управления игра возможно даже подтачивалась под VR играть будем конечно же без VR то здесь ты только крутишь головой машине это по сути такая визуальная новелла но все-таки с возможностью немножко осматриваться да не думаю что здесь мы будем на своих двух как-либо путешествовать или управлять машиной но и соответственно в этих условиях самое главное чтобы была интересная история или какое-либо другое повествование погнали ничего опять же не слышал не видел ни одному видео по игре никакого превью не читал в общем чистые первые впечатления русский язык есть это здорово картинка приятно очень графика невысокотехнологичная но очень художественная солидная стиль простенький но такой вкусный окей мы уже куда-то едем мы одни машине нет нет обучение можно поговорить осмотреться это все кажется что мы можем делать ой но это слушать это может быть очень круто кажется самое время заговорить кто мы куда едем и кто нас везет собственно так как поговорить я готов так а правой кнопкой пауза нажимается все выезжаем на дорогу пока поговорить нельзя о можно осмотреться давайте осмотримся сначала ну чтож мы можем ответить о мы можем ответить выбор давай пока проигнорируем нет я вообще скажу что пожимаю плечами то что я не знаю куда еду походу я действительно не знаю куда еду у нас вообще мы умеем говорить на татанк ритм не самый разговорчивый главный герой у нас может быть у нас разговаривали пикапы честной тендиток окей я так и сделаю кстати это хороший совет только сначала давайте осмотримся все же вот этот изюм спасибо не откажемся от изюм хотя я лично этим не очень люблю но тут выбор у нас особого нету плане что же нам покушать его это так нас от изюма вставила что ли слушать а это точно был изюм так этот тролл trip обещает быть еще и каким-то другим трипан да главное чтобы не bad trip начался что 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 он сказал я прослушал ну я не знаю по моему это странный я хочу одновременно пейзажем наслаждаться снаружи за окнами и слушать его диалоги осмотреться машине у меня пока ничего не получается что 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 реальность нереально так что что тут начинается сразу ну-ка давай просвети меня без сарказма пока что сша ты глубоко копаешь чувачок кажется мы с ним подружимся сэмбоди асскс you about this right later assuming you even know where you going and get some place for somebody can ask you hey how'd you get here anyway they'll last you and your brain will flash back for a second when you say this and it'll show you a frozen snap shot of yourself sitting in this car talking to me like we are right now слушайте то то что с нами сейчас происходит или то что сможет с нами произойти двигать свой подписывай айпу айпу тема памяти это конечно и и можно бесконечно копать Да, это часто происходит как раз таки именно в кино, например. Кино раньше лучше всего исследовала тема памяти, по крайней мере. Что же его так зациклило на метафоре с изюмом? Я путешествовал много времени вокруг рейзин. Они как эти птицы, которые вы видите, с волшебными птицами, которые падают на их глазах. Не самые красивые птицы. Безусловно, не помогающие, но любопытные. Моя жена... Она любила грибы, так как многие люди делают. Она сейчас мертвая. Но ты, наверное, не догадывался. Нет, честно говоря, я не догадывался, но, наверное, правильно будет высказать наше соболезнование. Хотя вот этот вопрос, который он мог задать снизу, мне было интересно. Подожди, что он сказал? Так, он опять с какими-то полунамеками с нами разговаривает. А, то, что у нас тоже какая-то утрата на душе. У нас такое выражение лица было, как раз таки. Как вы думаете, почему я горюю? Да, вот это интересно. Молодой парень, как ты? Я бы не знал. Да, мы явно молодой парень. Молодой рюкзак и больше никаких вещей. Интересно, что же нас отправило в этот путь? Ну, давай спросим сначала о нем. Что он помнит о своей жене? Моя жена? Эв, я абсолютно честно с тобой. Я не помню, как ты выглядишь. Помнишь все о ней. Просто не о ее лице. Некоторые люди имеют лица, которые легко помним. Это не кажется правильным. Ну, с другой стороны, это жена, он ее любил. Как он может не помнить ее лицо? Это можно... Ну, интересно. Мне кажется, он должен помнить свою жену. Да, это подозрительно. Ну, это не так легко, как ты думаешь. Да? Давай. Может, это поможет мне понять? Ну, как сказать. Ну, как сказать. Ну, да. Ох, ты с чертами прикрыл! Блин, я не обратил внимания. По-моему, зеленые. Зеленые. Какого цвета? Ну, глаза, что я не обратил внимания на глаза человека. Ну, хотя, да, вот таким образом он и не запомнил жену, что ли? Не самый лучший пример, давайте будем честны. Окно... Оно разве... Закрыто? А, дверь закрыть нужно. Подожди, давай еще осмотрим предметы. Помогите? Это чей спичечный коробок? Что-то становится все такое... Эта таинственная игра становится чуть более тревожной, как мне кажется. От одной этой лишь надписи. Хотя до этого никаких намеков не было. Ну, в общем, мужик-то, конечно, да, такой немножко... Чудаковатый, чуть-чуть. Ну, скорее, такой действительно загадочный. Ну, я не думаю, что у меня прям есть какие-то причины волноваться, что я сел к нему в машину. Это чей спичечный коробок? Может быть, это шутка какая-то? Мы можем его взять. Да, давай возьмем. Хотя, я не знаю, нужен он нам или нет вообще. Что-что-что? Эээээ... Да, спичечный коробок? А... Да нет, а чей ты спичечный коробок? Нет, давай ничего не скажем, что-то как-то подозрительно... Я прям заволновался. Забавный парень с изюмом. Да сейчас, да? Вот у меня сейчас как раз есть возможность осмотреться. Я хочу осмотреться. А на заднем сидении мы не можем смотреть что-то. Ну там вроде просто... Кузов. В смысле? Сейчас я открою, давай. Кстати, куда мы едем? Я не знаю, что мы едем. Да, мы ему даже не сказали, куда едем, получается. В общем, он фермер, говорит он. Да я не хотел особо интересоваться, и вообще случайно тыкнул, если сейчас на этот вопрос. Коперник, очень смешно, но... Ну да, я почти выкупаю эту шутку, почти. Интеркорс, а что он сказал насчет интеркорса? Да, интеркорс, туда, куда они едут. Пейзаж очаровательный, но, к счастью, он не сильно меняется, поэтому мы не можем ничего особенного пропустить. А, ох, это сказать Чехословакия. Ну это для вас, а не странное название. А, ну возможно. А мы не кругами ездим? Такое ощущение, что кругами. Что еще мы не осмотрели здесь? Окно? Все-таки откроем окно. Мой брат и я used to drive our parents crazy on long drives like this. Our folks wouldn't let us listen to the radio in the car. So we used to make up these songs about food on long drives. Может, сейчас музыку включить? Или он как раз намекает? Так, давай лучше послушаем настоящую музыку. Мужик, мужик, я не знаю, как тебя зовут, он не назвался, но... Хорошо, ты лучший певец на свете, но, пожалуй, давай... Давай расслабимся. Отличная песня. Все? О, да. Это привезли маму и папу crazy. Да, и я так понимаю. Я их понимаю. О, нет, спасибо. Спасибо за предложение. Главный герой не озвучен, это хорошо. Позволяет нам ассоциировать себя с ним. Так, как нам его заткнуть, черт разе? Можно реальную музыку включить? Будем честны с ним. Она выносит нам мозг. Ты... Ты меня троллишь? Какого черта? Окей, окей. Каким образом? Начинаем понимать моих родственников. Добро пожаловать. Ох, не знаю. Какая-то читать книгу, где меньше и меньше происходит. Но писание становится лучше и лучше. Что-то мне, честно говоря, хочется найти другую машину для автослопа постепенно. Хотя, не знаю, может быть, я спешу с выводами. Что насчет старости? Плюсы и минусы? Но... Не будем... Отличать от него, издеваться над ним. Ты понял, чувак. Дай мне тебе сказать. Добрый день, нет пикник. Человека с опытом. Каково это, быть давно женатым? Опять он про свой изюм. Любитель изюма. Он с радостью об этом хочет рассказать. Хорошо, что я эту тему затронул. Добавляя небольшой трейлер. Дело в том, что... Никто не знает, если они счастливы. Все, что они знают, это то, что они делали каждый день. За последние 37 лет. Да. Мы бывали в частности, когда работали вместе. Она вырастет грибы с момента, когда она появилась на вайне. И я встал в, как было время, чтобы начать их дровать. Ну, я начинаю понимать его, глубокую связь с изюмом. Я я дровый, они бы сказали. Ха! Грибы привлекают определенный тип человека. Человек, который любит говорить шутки. Вин-энфузиасты, туристы. Люди, которые любят говорить. Не таких, как мы. Мы не особо разговорчиваем. Есть фотография в этой заготовке у нас, стоя в передоём нашего трейлера. Это было в магазине. Одна из этих историй, про проживающих фармеров, которые всегда поднимают сердечки с остальным страном. Ну, я никогда не открыл грибоксу. Почему? Это как-то... суперстрижение у меня. Но помоги себе. Окей, я хочу посмотреть. Тут не только фотография. Наверное, неправильно будет другие предметы брать. Тут у нас еще есть бинокль, его нельзя взять. Альманах какой-то. Возможно, возьмемся за него попозже. И вот оно, фото. Эй, где ты получил это? Это не ее. Подожди. Да, он и правда похож на нас. У него такой же костюм, как у нас сейчас. Подожди, кто эта женщина? Почему это в вашей машине? Два вопроса мне хочется задать. Почему это в вашей машине? Я не знаю. Я был бы спросить тебе同じ вопрос, Коперниг. Хотя у нас другого имя нет. Это же не мой бардачок, а ваш вот именно. Ну, я думаю, это в вашей машине. Ты лучше держишься к ней. Какого черта происходит, черт возьми? Ох, действительно таинственная игра. Давайте-ка положим фотографию в рюкзак. Куда мы едем? Что это за машина? Возникают у меня сейчас такие вопросы. Как вы думаете, что это за женщина? И знаю ли я ее? У нас проблемы с памятью? У нас амнезия? Которая была на фотографии? Ну... Хороший сказать. Я не потерял ничего спорта. Я так не думаю. Мне кажется... Этим стоит забить тебе голову. Это бинокль? Ты не знаешь, что у тебя в бардачке? Он его действительно никогда не открывает. Какого черта? Видишь что-то интересное там? Как работает этот бинокль, что мы видим в одном глазу? Ветряную мельницу. Игра явно под VR подделывалась, да? Ну, похоже, что оно рядом. А оно рядом? Как вы думаете? Не знаю. Ты никогда не видел здесь в ветряной мельнице? Но оно в таких же цветах было. Желтых. Он включил таки радио? Ох, мы пока можем отдохнуть. Или продолжить разговор. Давайте послушаем немножко музыку и посмотрим заодно альманах. Альманах 1954 года. Фермерский, да? Какой-то. Прогнозы погод. 16 регионок Соединенных Штатов. Вот такой очень необычный road movie, можно сказать. Да, нас ждет. И оно уже происходит. Действительно, какое-то сюрреалистичное, можно даже сказать, слегка фантасомогоричное. Да, присутствует какая-то сновидческая атмосфера. Не совсем понимаешь, насколько это все реально, то, что с нами сейчас происходит. Является ли это каким-то воспоминанием или каким-то таким видением нашим? Как далеко мы едем? Куда? Что мы встретим на нашей дороге? Очень все интригует. Слушайте, игра захватывающая. Но давайте на этот момент, как раз для сохранения будущей интриги, остановимся. Мне кажется, для первого взгляда этого будет достаточно. Хичхайкера, мистери гейм. И вторая часть здесь полностью оправдана. Может быть, мы потом сядем к какому-нибудь другому водителю. Было бы здорово увидеть здесь несколько частей этой истории. И как она складывается. Очевидно, что все-таки наш главный герой, он здесь главный. Я сначала начал в какой-то момент думать, что мы будем здесь больше узнавать других людей. Тех, к кому подсаживаемся. Но сейчас я не совсем в этом уверен. Да, не будем сейчас с Верном. И вызывать Верн. С ним продолжать диалог. Мне кажется, сейчас даже важнее было бы узнать, что все-таки случилось с нами. В чем наше прошлое и куда мы едем. Но даже не прошлое интересует именно, а именно наш путь. К чему он приведет. Вот это на самом деле интригует. Очень здорово. Очень здорово. И эта незаметная игра не должна быть такой незаметной. Надеюсь, больше людей обратят на нее внимание. И, мне кажется, оценят ее по достоинству. А это будут весьма-весьма приличные оценки. Окей. Что ж, в следующий раз мы срекаем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...